Всем привет! С вами комментатор Максим Анаков и это мое новое видео для плейлиста Транспорт в Индии! И мой помощник Батя! Всем привет, друзья! Сегодня я буду показывать вам большую дорогу в широкую трассу до Гуанского нового аэропорта. Сейчас будет перекресток, сейчас мы будем выезжать на большую трассу. Итак, давай-давай-давай-давай-давай! Выехали! Уху! Итак, друзья, первое, что я вам хочу сказать. Когда вы едете по такой большой трассе, вам обязательно нужен шлем. Сейчас я еду 60 км в час. Это хорошая скорость. Не быстрая и не медленная. Если вы едете по такой большой трассе, то вам обязательно нужен шлем. Иначе гаишник вас накажет. Но если вы едете по маленьким, там, закоулочкам, там, в деревне, то полиция на вас не обращает внимания. Сейчас я даю поговорить своему бате. Да, Макс, спасибо. Конечно, гаишники, которые стоят на дороге, это все важно. Но даже с целью собственной безопасности стоят гаишники или не стоят, то скорость у тебя здесь 60 км в час, и на такой скорости обязательно нужен шлем. При скорости в 60 км в час шлем еще спасает от мощного удара в асфальт и прочие выступы. А при скорости даже в 80 км в час шлем уже не спасает. Поэтому даже если вы едете по трассе, по достаточно опасной гуанской трассе, не превышайте скорость 60 км в час, одевайте шлем, и тогда с вашим черепом будет все в порядке. А то расколется как орех. Друзья, обратите внимание, дорога широкая, есть разметка и асфальт широкий. Ям нету на трассе в Гоа, на трассе в Гоа, но если вы в деревнях, там на закоуках будет повсюду яма, там просто повсюду ямы. Друзья, я еду днем. Днем в Индии. Фары включать не надо. Как в России нужно включать фары хоть днем, хоть ночью. Вы это знаете. Если вы будете в Индии включать фары днем, то все будут говорить вам, выключи фары, выключи фары, выключи фары. И так вам надоест, и вы выключите их. Потому что вы привыкли включать, вы прилетели из России, и вы привыкли включать фары. Да, Макс, вот про фары тоже, да. Ты правильно заметил, в России сейчас такие законы приняты, что что день, что ночь, не важно, обязательно должны быть включены фары. В Гоа такого закона нет, поэтому в темное время суток все едут с включенными фарами, а днем нет. Но что интересно, когда темнело или ночь, в Гоа все тупо включают дальний свет фар и едут. Конечно, все друг друга слепят. И ездить так без привычки очень неудобно. Ты едешь, тебя слепят, ты не видишь, ты со злости врубаешь тоже дальний. И это, конечно, не дело. Но надо ориентироваться на массы, на местных жителей. Почему они так делают? Потому что очень часто на дорогах бывают разные животные, коровы и прочее. И они могут мешать. Поэтому вот так. Друзья, обратите внимание, сейчас на левой стороне по нашему ходу будут стоять две коровы. А за ними будет одна лежать. Они тут всегда. Вот именно папа про них и говорил. Если ночью вы будете ехать, и так повезло, что они лежали на обочине. Если они будут ночью лежать на дороге, они так хочу, чтобы всегда делают, то вы можете в них врезаться. Вот почему вам нужно включать дальний свет. Друзья, обратите, на левой стороне летит самолет. Это значит, что мы приближаемся к аэропорту. Вот, сейчас мы проезжаем перекресток, но на нем ничего особенного нет. Друзья, от моего дома, я жил в Колве, и до аэропорта всего 35 минут. Это достаточно быстро. Да, Макс. Ну что, по всей видимости, тебе до аэропорта осталось доехать совсем чуть-чуть, раз тут уже летают прямо над своей головой самолеты. Поэтому, думаю, что-то надо вкратце дать достаточно ценного для тех, кто нас с тобой смотрит и слушает. Что ценного я вам могу сегодня рассказать. В ГОА на всех транспортных средствах устанавливаются разные госзнаки, то есть номера. Есть номера белого цвета, есть номера желтого цвета. Номера белого цвета, это номера физических лиц, то есть частников, так называемых, местных жителей, которые не занимаются бизнесом, которые не занимаются извозом. Поэтому, если вы берете транспортное средство в Индии, не берите ни мотороллеров, ни машин с белыми номерами. На таких номерах вас всегда будут тормозить гаишники, потому что никто не имел вам права давать транспортное средство с белым номером. Это сразу бросается в глаза гаишнику. У гаишников этот взгляд на работу, взглянули, белый номер, белый человек останавливают и штрафуют. А что брать? Берите транспортное средство с желтыми номерами. Желтый номер это физлицо. Такое транспортное средство вам с легкостью могут сдать в аренду, вы на нем можете кататься. Поэтому, выезжая на такую трассу, если у вас есть международное водительское удостоверение, если у вас на голове есть шлем, если вы едете на транспортном средстве с желтыми номерами, то вас вообще в гуа никто не будет останавливать. Никому до вас не будет никакого дела, потому что вы соблюдаете все основные требования, которые запрашивают гаишники. Поэтому, друзья мои, будьте законопослушными в гуа, не создавайте себе дополнительные каких-то сложностей, проблем, каких-то разборок с гаишниками, сколько ему дать. Вот эти три основных момента, шлем, права и транспортное средство с желтым номером делают вашу жизнь в гуа спокойной на дороге. Ну а что я вижу, у нас впереди Макс уже на горизонте появился новый аэропорт, который строили много-много лет, а слева по ходу движения уже идет забор с колючей проволокой, а за забором уже прилетают самолеты из России, и из других концов света привозят сюда белых и пушистых туристов. Дорога хорошая, дорога ровная, дорога широкая, с разметкой, поэтому впереди здесь, кстати, около аэропорта есть светофор, а в гуа примерно 5 или 6 светофоров, так что светофор здесь редкость, тем более, что он работает, на нем мелькают разные огоньки. Аэропорт новый, красивый, прилетайте в него, улетайте из него, мы вас тут ждем. Вот такой получился небольшой маршрутик. Ну что, Макс, вон там уже ждут автобусы, ждут они туристов. Передайте микрофон. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был Максим Моноков, комментатор Максим Моноков и мой батя, мой помощник. Я вам обещаю, что скоро я выложу третье видео. Круто, напоминаю, что это видео я снимал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, показывайте это видео своим друзьям. С вами был Максим Моноков и мой комментатор Батя. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok